доброго времени суток уважаемые подписчики гости и друзья моего канала канарейки в казахстане ассаламу алейкум ва рахматаллахи ва баракатух вторая часть марлезонского балета как вы видите я вчера говорил я просто немножко раньше это сделал 12 часов прошло слил все в это сито видите здесь воды нету в течение этих 12 часов два-три раза споласкивалась все зерно менял воду по прошествии 12 часов я вылил сито высыпал все зерно и разложил по бокам как я вам вчера говорил сейчас уже как вы наблюдаете видите уже начинал и начинается проклевывается зерно вот вы видите да наблюдаете очень много зерен проклевывается но видно вот они все наклевываются вот я увеличил вот до завтрашнего утра будет та стадия которая необходима для скармливания птицам сейчас период отдыха птицы много давать нельзя птицы много давать нельзя ну почему нельзя можно конечно давать можно это витамины но птица насытиться витаминами и захочет идти в размножение да как я говорил уже заменить пророщенное зерно натуральный продукт то есть есть конечно препараты как фертивит но это натуральный продукт его заменить ничем невозможно пророщенное зерно поэтому его сейчас поскольку мы оттягиваем всячески но кто зимнее размножение занимается мы это оттягиваем кто не ведет предвесеннее размножение птицы готовит птицу соответственно меньше дает и пророщенного зерна сейчас я постепенно постепенно начинаю давать уже не так часто но где-то два-три раза в неделю нужно давать можно давать два-три раза в неделю небольшими порциями на одну птицу небольшими порциями поэтому пророщенное зерно это конечно кладезь витаминов не только для птицы но и для человека а уже непосредственно перед сезоном размножения увеличиваете увеличиваете количество раз которые скармливаете птицу пророщенного зерна соответственно и птица во время период выкармливания птенцов тоже я всегда даю но надо следить за тем чтобы зерно не скисла для этого нужно полоскать вот для этого мы два-три раза меняю воду для этого полоскаем и споласкиваем некоторые просто сбрызгивают мне мне удобнее я вот так прям сити ставлю под кран полностью промываю убираю лишние там что-то образова образовалась какие-то налеты слизь что-то это все я промываю тщательно и опять раскладываю по бокам то есть завтра утром уже 6 к 7 утра уже у меня будет готовое зерно пророщенное зерно вот это зерно и будем скармливать завтра утром поэтому птицы достаточно много поэтому большое количество но это это не на раз я приготовлю готовлю не на раз храним в контейнере с крышечкой холодильник ложите после холодильника как достаете с холодильника обязательно споласкиваете опять немножко чтобы вода стекла вниз вода стекает излишки вот и потом скармливаете но обязательно споласкивать хранить в холодильнике до 3 дней герметичном контейнере но имейте ввиду что зерно несмотря на холодную температуру в холодильнике она все равно медленнее конечно но будет расти поэтому будьте внимательны смотрите вот такого состояния уже наклюнувшиеся зерна это уже живое зерно живое очень богатое витаминами как я говорил крахмал перерабатывается в мальтозу здесь идет синтез перерабатывается в процессе проращивания все витамины увеличиваются содержание в пророщенном зерне и очень легко и усваивается птицы очень легко организмом живым организмом и в том числе полезных витаминов аминокислот белков углеводов здесь очень много содержится поэтому берите на вооружение уважаемые друзья еще раз повторюсь важно почаще споласкивать процессе когда зерно набухает просыпается важно час чаще менять воду кто-то меняет кто-то не меняет но появляется запах кислый поэтому лучше подстраховаться и делать это почаще споласкивать мыть от этого хуже не будет только лучше всем всего доброго следующее видео видео завтра буду показывать пророщенное зерно часть 3 и как мы разбавляем яблочный уксус поговорим немножко о яблочном уксусе всем всего хорошего спасибо за просмотр и еще раз просьба ко всем мы видим что просмотров очень много но очень большая часть людей смотрите без подписки большая просьба к вам подпишитесь это мотивирует действительно мотивирует мы делаем это не ради чего чисто от души поэтому просьба подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии буду рад ответить на них всем всего доброго мира вам и добра